Предложили существенные поправки в закон о реновации. Прокуратура потребовала 3,5 года лишения свободы для блогера Руслана Соколовского. Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам хозяев футбольных первенств в 2018 и 2022 годах. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Мэр столицы Сергей Собянин предложил сегодня ряд поправок в нашумевший законопроект о реновации жилого фонда Москвы. О сути корректировок в материале Андрея Жова. Столичный мэр утверждает, что квартиры москвичам будут предоставлять в пределах тех районов, где люди жили до этого. В том же квартале в шаговой доступности от старой пятиэтажки, написал Собянин на своей странице во Вконтакте. Исключение сделают только для Зеленограда и так называемой «Новой Москвы». Там переселение будет происходить лишь в рамках округа. Квартиры в новостройках будут сдавать с отделкой, при этом ее качество Собянин оценил как «комфорт-класс». Это якобы значительно лучше муниципального ремонта. Прекращение права собственности на старое жилье будет совмещено с регистрацией новой квартиры. Выводить пятиэтажки из эксплуатации планируют лишь после того, как все жильцы подпишут акты приема и передачи жилплощади. Отдельная поправка касается тех, кто купил квартиру в сносимой пятиэтажке с помощью ипотеки. В законе планируют предусмотреть норму о замене предмета кредитования, то есть старого жилья на новое. При этом с сохранением всех условий и обязательств перед банком. Также жильцам сносимых домов дадут право отказаться от участия в программе реновации. Сделать это можно будет на общем собрании собственников жилья. Планы столичной мэрии переселить более полутора миллионов горожан. Возвали протесты среди москвичей. Доработать законопроект о реновации на днях потребовал Владимир Путин. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом уголовного дела о восьми убийствах. Показания на него дал другой фигурант. С подробностями Алексей Гусаров. Восемь убийств были совершены с 2000 по 2016 год и были связаны с криминальной войной за торговые объекты в столице. Как передают агентству Росбал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, показания на Тельмана Исмаилова дал Гарри Белоцерковский, который был правой рукой брата-бизнесмена Рафика Исмаилова. Белоцерковский утверждает, что братья заказали восемь убийств. Фигурант заключил сделку со следствием и сейчас находится в СИЗО под усиленной охраной. Рафику Исмаилову уже предъявлено обвинение, он под стражей. Его другой брат Вагиф Исмаилов, который долгое время работал в МВД, скрылся и объявлен в розыск. По словам источника Росбалта, не исключено, что Тельман Исмаилов тоже будет объявлен в розыск. Исмаилов известный миллиардер. На открытие у отеля в Турции приезжали Юрий Лужков и Елена Батурина, а также звезды Голливуда, в том числе Ричард Гир и Шерон Стоун. В 2015 году суд признал Исмаилова банкротом. Прокуратура требует 3,5 года лишения свободы для блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Представитель надзорного венства заявил сегодня в суде, что условный срок в данном случае может, цитируя, породить ощущение безнаказанности. А оштрафовать Соколовского нельзя, поскольку у него нет официального заработка. Сам блогер свою вину не признает. Напомню, его дело рассматривает районный суд Екатеринбурга. Прокуратура Франции начала предварительное расследование по выборам хозяев чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 году. Первым свидетелем по этому делу стала бывшая глава FIFA Юзеф Блаттер. Рассказывает Алексей Дурново. В последние два года Юзеф Блаттер бывает на допросах и в судах столь же часто, как до этого бывал на футбольных матчах, то есть регулярно. На этот раз бывшего президента FIFA допрашивала французская прокуратура. Как сообщает издание Лимон, швейцарец отвечал на вопросы о том, как проходили выборы стран-хозяев двух ближайших чемпионатов мира. 2018-го, который пройдет в России, и 2022-го, который примет Катар. И все это в рамках резонансного дела о коррупции и мошенничестве при проведении выборов. Французская прокуратура возбудила его больше года назад, но лишь сейчас запустила процедуру предварительного расследования. Блаттер, как оказалось, дал свидетельские показания еще 20 апреля. Содержание беседы со следователем остается тайной. Ранее швейцарец рассказал прессе о процедуре выборов и признал, что право проведения мундиалей чиновники решили отдать России и США. Но договоренности сорвал Мишель Платини, который тогда возглавлял УЕФА, из-за чего чемпионат 22-го года отдали Катару. Между тем, еще один фигурант дела о коррупции в ФИФА, Ричард Лай, признал свою вину. Чиновник, отвечавший в Международной федерации футбола за аудит, заявил в суде Нью-Йорка, что неоднократно брал крупные взятки. О погоде в столице сейчас плюс 6 градусов. В течение дня обещают около 10 тепла и дожди. Марина Старсина, Служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Красота мимолетна. Время скоротечно. Первые впечатления бесценны. Новый премиальный седан Genesis G80 превращает вождение в изысканное удовольствие. Выразительный внешний облик. Безупречное пространство интерьера. Интеллектуальный полный привод. Новый Genesis G80. Мгновение прекрасного. Genesis. Всем спасибо. Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба Эхо Москвы. Радио Эхо Петербурга. 91 и 5 ФН. Зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. За номером FLFS77DFIS 57571. От 8 апреля 2014 года. Эхо Петербурга. Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет и вы слушаете Эхо Петербурга. Видеотрансляцию этой программы вы можете смотреть в интернете на сайте эхо.msk.ru Радиостанция Эхо Петербурга представляет программу «Особое мнение». 11 часов 6 минут. Татьяна Троянская в студии. Программа «Особое мнение». Я приветствую Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора общественного деятеля. Лев Масич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем, пожалуй, мы с завтрашнего дня. На субботник пойдете или письмо президенту понесете? Ну, конечно, конечно, скорее речь о письме. Субботники я как-то... Вы знаете, я не очень люблю все эти организованные формы, хотя надо мной посмеиваются мои близкие. Вот в том месте, где я живу, я зачастую сам немножко собираю мусор вокруг дома. Не своего дома, а того дома, в котором я живу с другими жильцами. То есть идея убирать за собой и даже за другими хороша, как только она принимает организованные формы, она почему-то становится очень немила. Я это еще помню со школьных сборов макулатуры и всякое такое. Посему, конечно, никакой субботник я для себя не рассматриваю, а в отношении второго мероприятия, да, скорее всего. Ну, вот скажите, пожалуйста, многие говорят, от чего прокуратура так разрекламировала это мероприятие? Ну, речь идет об организации «Открытая Россия», да? И можно ли это действительно рассматривать как пиар вот этой акции, которая случится? Вот я еще раз, мне кажется, когда-то мы даже об этом говорили, я еще раз глубоко убежден, что в нашей власти, те, кто принимают решения, они, наверное, искренне убеждены, что можно через колено переломить все, что им не нравится. И по большому счету, якобы получается так, что они добиваются. Однако, посмотрите, откуда взялся протест с инициированным Навальным? Откуда сегодня, чуть ли не через день, через два в крупных городах митинги, пускай с малочисленным участием? Значит, тактически они добиваются цели, стратегически нет. На мой взгляд, власть, не разрешая, причем под такими гнусными и явно лживыми поводами митингов и собраний тех, кто хочет выразить свой протест законно принятыми методами, зафиксированными в Конституции, она выковывает ряды тех, которые потом вообще спрашивать не будут. Заметьте, сегодня уже есть такие активисты, которые говорят, так, нам не разрешили, а мы все равно выйдем. Да, их мало. Отношение к ним может быть разным. Но они же появляются. Значит, вот это переламывание через колено неэффективно. Однако, они продолжают действовать так. Потому что не знают, как действовать? Потому что страх, несмотря на все Росгвардии, несмотря на все бесконечные, кто забыл, может быть, сейчас вспомнит, смены генералов, которые нашим верховным командующим происходят. Ни медицина, ни культура, ни наука, ни образование. А вот генералов по 15 меняют на других. Ну, о чем это говорит? О том, что мы обсуждаем. Страх и непонимание происходящего. Что, ну, грубо говоря, я понимаю, что я сейчас могу подставиться со всех сторон, но условного противника лучше всего в объятиях побеждать. 21 век. Угрожать дубиной, говорить, что мы вашу печень размажем по асфальту, да, на время это пугает. Молодежь этого не приемлет. Некоторые горячие головы, которые, я бы их осудил, могут радикализироваться и пойти уже не причинять моральные страдания ОМОНовцу или Росгвардейцу тем, что бросили в него фантик, а могут действительно чем-то броситься. Вот это мне непонятно, потому как я считаю, что во власти, особенно те, кто принимает решения, это люди, скорее всего, требующие морально-этических оценок, но не оценок интеллекта. А может они специально провоцируют, чтобы действительно вот кто-то не сдержался, да, а потом они схватили и дела болотные и тому подобное, и сказали, ну вот видите, мы же говорили. Ну, я не очень в это верю, потому что, во-первых, это трудно, мне кажется, отрегулировать спровоцированную жесткую ситуацию, а во-вторых, ведь принимающих решения их несколько десятков человек. А что скажет самый главный на это? Ведь, на мой взгляд, они все балансируют, пытаясь уловить флюиды, понравится, не понравится, а может и не понравится. Поэтому, мне кажется, чтобы специальная провокация, не думаю, а то, что непонимание тренда, то, что вообще происходит в России, это борьба старого, архаичного, консервативного, давайте вернемся в 19 век, отгородимся от всего мира, с тем, что есть сегодня. Послушайте, какая бы молодежь сегодня была не очень образованная, не очень грамотная, может быть, действительно, слышавшая о Тургеневе, но ни строчки не прочитавшая. Она все-таки, это молодежь, это молодежь 21 века. 21 века, где дубина, хамство и прочее, ну, не способны, мне кажется, сильно привлечь агрессия, сильно привлечь тех, кто просто хотя бы сидит у экрана и сравнивает компьютеры, и сравнивает разную информацию. Но будут завтра задержания, как вы думаете? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Потому что, во-первых, увы, сегодня такая политика, что мы не знаем, сколько там будет провокаторов. Это же, ну, самое милое дело, кинуть туда пять безумцев, которые начнут что-нибудь орать, швыряться, выкидывать плакаты, несоответствующие, и так далее. Я думаю, скорее всего, да. Ну, вот нам слушатели Виталия пишут, сначала Зеленка, а потом, как с Немцовым, ну, естественно, речь идет об Алексея Навальном, да, накануне присутствует Зеленкой. Это ужасно, и опять же, большие претензии к власти. Я не понимаю, вот, совершенно не понимаю, активно не понимаю, человек в лицо брызжет тем составом, который, как мы видим уже, у него с глазом проблемы, он воспален, он не видит, это есть телесные повреждения. То есть, это железно-уголовная статья. Причем, мы знаем всех этих подлых активистов, которые обливают мочой фотографии и картины, обливают людей зеленкой, нечистотами швыряются. вот эти люди, они не только подлы, они очень трусливые. Если бы пару человек из них жестко посадили бы, эта волна была бы сбита. Понимаете, самое ведь страшное, сначала можно поливать водой, потом мочой, потом зеленкой, но еще и серная кислота, щелочи. Вот мы с нашим неконтролируемым уровнем агрессии как бы хотим к этому приехать, к поливанию и выжиганию уже полному выжиганию лица, глаз. Но накажут вот этих людей, которые сделали с Навальным? Я глубоко убежден, что сегодня какие-то адекватные меры принимаются только под давлением общественности. Будет отзывы мощные, накажут. Не будет, если будем про пятиэтажки говорить, вот это мощная тема. Мы, конечно, будем говорить сегодня, но раз уже заговорили об Алексея Навальном, он выступил с критикой в отношении Крестовского стадиона и эту историю прокомментировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, во всяком случае, он позвал на стадион Алексея Навального приехать посмотреть, но очень много слов в адрес Алексея написано, в частности, есть вот очень любопытное такое высказывание. Только предупреди обязательно о посещении объекта, дадим тебе сопровождающих. Все-таки 285 тысяч квадратных метров площадей и 127 инженерных систем охранников тебе дадим во избежание неприятностей рабочие инженеры за твое вранье про стадион могут кавычки селфи набить. Конец цитаты. Это что? Это шутка? Это шутка на уровне прапорщика с восьми классами образования, но надо давать себе отчет, что это изомаскированная как бы шутливая угроза. А, собственно, а что Навальный что-то там наврал про стадион? Что? Нет, ну, он просто заявил о том, что власти потратили на стадион не менее 48 миллиардов рублей. Ну, что похищено 30 миллиардов. Ну, Албин считает, что это вранье, поэтому приглашает убедиться. Албин считает. Ага. Понятно. То есть, самый дорогой стадион в мире... Леха хорош брехать. Вот так обратился в Казбуре. Ну, прапорщик. Ну, такие, как бы, смазать сапоги вазелином. Ну, такие шуточки. Нет, послушайте, ну, мы же все знаем, да? Я могу сказать следующее. Я там не был, но мой один товарищ, который, так скажем, профессионал в организации спорта в прошлом, он был, он сказал, стадион фантастический, очень красивый, очень интересный и, возможно, один из лучших в мире. На мой взгляд, это объективность. Но, делаем запятую. Крыша протекает немножко? Немножко протекает, да? Что-то трава куда-то уехала, не уехала, оказывается, еще доделки против после такой дикой и невообразимой суммы. Значит, про коррупцию и воровство, мне кажется, наш президент сказал, неужели господин Албин хочет доказать, что вот единственный объект, где не украдено ни копейки, но цена, которого возросла с 7 до 48 миллиардов, там еще украдено. Если он это докажет, он заслуживает прижизненного памятника. Поэтому я не понимаю. Другое дело, что я согласен с тем, что заявлять, украдено 25 миллиардов или 12 или 1, это нужны факты и аргументы. Ну вот нам Максим Ерыгин пишет, Албин с 84 года по 86 служил в воздушно-десантных войсках Советской армии. В общем, ВВС, да? Послушайте, самое неприятное, я тоже, ВТВ, простите. Я, между прочим, тоже служил. Но самое неприятное, когда стилистика армейского, хамоватого и такого, вот именно немножко таких низших чинов, стилистика такого юмора насаждается в окружающем публичном пространстве. Понимаете? Ну, то есть, это получается, что... Армия армии, но мы сейчас не в полку и не в казарме. То есть, вице-губернатор задают некий тон. Вот так можно? Да. Он, значит, дает нам загадку из двух вариантов. Либо он стилистически таков, ну, таков человек, ну, что делать? Либо это замечательное, на его взгляд, заигрывание с так называемыми простыми людьми. рубаха парень. Которые понимают, да, матерок, упрощение. Ну, опять, ну, ребята, там, в начале 20-го века это одна история. На уровне беспилотников, IT-технологии и прочее, ну, это, ну, ну, что делать? Ну, дяденька таков. Да, сейчас мы покинем наш город, но пока про вчерашнюю репетицию парада хотел вас спросить. Я не знаю, видели ли это скопление Я попал вчера. Попали, да. И это всё на фоне Тучкового моста, который закрыт. То есть, в принципе, и без того у нас пробки. Вот, скажите, я не знаю, сможете ли вы объяснить, как можно репетировать парад в четверг в рабочий день с учётом того, что, ну, то есть, с четырёх, по-моему, или с трёх до восьми. Вот это тот кроссворд и ребус, который психологически должен каждый для себя решить. Ведь, посмотрите, что получается. Для граждан готовится то отдохновение и развлечение, которые накануне несколько дней этим же гражданам делают жизнь невыносимой. гражданам да, да, я думаю, что некий праздник нужен, большинство хотят, и действительно, мы недалеко от этого ушли, и у всех это память дедов, у меня и память отца, который всю войну от корки до корки служил, и, да, я понимаю, но дальше как? Ведь можно из этого раздуть вообще такую историю, что вообще парализовать город. Танки могут там, насколько я помню, Петровский был дико возмущен рок-концент, концертом каким-то, потому что вибрация, децибелы, действительно, сокровищница, эрмитаж. А как насчет танков? Ну, про танки ничего не говорили. Мне кажется, но это еще страшнее по содроганию просто. Если даже звук приводит к сотрясениям, ну, слушайте, когда просто десятки тонн. То есть, я не понимаю дикого масштаба. Мне кажется, тем более, насколько я понимаю, для российского человека это именно когда-то было сформулировано просто, но очень точно. Это праздник со слезами на глазах, потому что были страшные потери, потому что великий усатый военачальник не щадил людей и не щадил не во имя только победы, а во имя, как сегодня говорят, своих понтов. Вот взять к такой-то дате, ну, будет же лишних десять тысяч трупов, да и бог с ними. Поэтому это безусловный праздник, но это праздник такой, я бы сказал, скорби, и если засадить туда сто танков, двести самолетов, потом все виды ансамблей, песни и пляски, ну, мне кажется, это немножко как бы, ну, не то, немножко не то. Это праздник, но праздник с размышлением, мне кажется, с воспоминаниями о близких, которые отдали жизни за то, чтобы страна была свободной, с размышлениями о цене, с размышлениями о горе, которым были охвачены миллионы семей. Ну, поэтому, это первое. Второе, еще раз хочу сказать, вот, Татьяна, представьте себе, я хочу вам сделать такой неожиданный подарок, и чтобы для вас это было неожиданностью, и вы не смогли его увидеть, я вообще завариваю дверь вашей квартиры, и вы в ужасе мечетесь там, потому что вот так я решил будет оригинальней, но завтра зато вы будете в счастье просто. Ну, дикое неудобство для людей, вы совершенно справедливо сказали, на фоне одного из центральных мостов, просто спазмировано, у меня вчера была ответственная лекция, хорошо я знал об этом, я выехал за дикое количество времени, ну, просто взял в два раза, нежели обычно, приехал за пять минут, в поту побежал и прочее. Сколько людей сотни, а может быть тысячи нарушили свои планы, свои обязательства, сколько потерял бизнес, а бизнес налоги платит. Поэтому я не знаю, праздник быть должен, но вот такие истерические масштабы, ну, я еще раз говорю, давайте вообще закроем весь город до 9 мая, а там уже жахнем как следует. Ну, вы знаете, мы сегодня провели опрос, и большинство наших слушателей, более, по-моему, 80% проголосовали за то, чтобы парада не было, потому что, в принципе, это праздник, который можно отметить, вот, действительно, в домашней обстановке, вспомнить. Вы понимаете, я лично ни на какие парады не хожу, но это моя личная точка зрения, но я же не могу ее навязывать другим. Большинству людей, простых, обычных людей, тяжело и трудно живущих, может быть, немножко цинично, но бесплатное специальное праздненство нужно. Поэтому я не так уж радикален, прекратите, не надо, нет, надо, но только не так. Ну, тогда, может быть, хотя бы репетицию устраивать не в ночь. Ночи есть. Потом, почему именно там? А что, у нас мало площадей, где надо репетировать? Уедете в удельный парк, и там, значит, все это репетируется. Очертите площадь эту. Это все, понимаете, это все чиновные такие штуки, чтобы была красивая картинка, и чтобы начальник этого начальника поставил ему пять. Была еще очень смешная история, когда бронетехника по-моему, застряла там где-то на кольцевой, и там тоже устроили небольшую пробку. То есть, даже бронетехнику не проверили, которая отправилась на репетицию парада. Поэтому, как всегда, у нас иногда идеи более-не-менее приемлемы, а вот их практическое воплощение получается, мягко говоря, сомнительное. Петербург критиковали, давайте на Москву перейдем, тем более, нам это тоже может аукнуться через некоторое время. Кто знает, Петербургу, потому что у нас тоже могут подобное придумать. Я про хрущевки, которые собираются сносить. Это колоссальная тема. И только четыре депутата проголосовали против. За что, как сказал Шаргунов, ему спалили, попытались спалить квартиру. Да. Вот смотрите, если можно, я попытаюсь, потому что я как раз размышлял, на мой взгляд, вот то, что происходит с этим планом сноса пятиэтажек, якобы пятиэтажек в Москве, вот как в магическом кристалле очень многие проблемы сегодняшней России в ней, в этой проблеме сошлись. Смотрите, первое, мы узнаем на фоне тяжелейшего экономического кризиса, на фоне нехватки денег на несчастных детей, больных, на фоне прибавки пенсии издевательские 53 или 56 рублей, мы видим, что якобы в московском правительстве несколько сотен миллиардов таких как бы вдруг обнаружилось. Не планировалось это год, два, три назад. Они там валяются, поэтому давайте их используем. одновременно с знанием о том, что около трети бюджета засекречено, слушайте, это что-то страшное на мой взгляд, потому что я понимаю, я прекрасно понимаю, что есть секретные вообще какие-то расходы, секретные операции в любом государстве, которому гражданину не надо знать. Прекрасно это понимаю. я даже понимаю, что это может быть 5% бюджета. Представляете, что такое бюджет? Это же триллионы, может быть, даже 10%, но мы около трети бюджета не знаем, куда это все вместе поразительно. Ладно, вторая история. Какой первоначальный был проект? Взять, снести и до свидания. Ну, такого презрения к людям. Ну, я давно, в общем-то, не слышал. Просто презрение. Мы за вас решили. Кто вы такие? Первый симптом презрения Собянинского был в сносе этих ларьков. Я не исключаю, что какая-то часть, может быть, даже большая, они были плохи, неэстетичны, но простите, у людей были документы на собственность, они вложили в это время нервы и деньги. Что сказал мэр? Какими-то бумажками там прикрываются, все снести. Слушайте, разве может быть, что все ларьки были с липовыми документами? Ну, конечно, нет. Иначе тоже руководством Москвы нужно все привлечь к уголовной ответственности. То есть, первоначально презрение. Мы за вас решили. Послушайте, во всем мире право на жизнь, на свободу и право собственности ты заработал это. У тебя есть дети, внуки им передать. Это как бы священная вещь. Что было демонстрация? Мы за вас решили. Более унизительного я не помню, да? Следующее. Безусловно, что-то надо делать с этим, с этими пятиэтажками, потому что действительно там через 10 лет могут они падать и рушатся, и та же власть будет отвечать. Ну, таким способом. И что мы замечаем? Мы замечаем, когда общественность жестко выступила и многократно против, что мы сегодня видим? Собянин вносит кучу поправок, меняющих и букву, и дух первоначальный. Сейчас сделаем паузу, вернемся после новостей. Вы слушаете программу «Особое мнение». На скрете 19 часов 30 минут на «Ехе новости». Прокуратура требует 3,5 года лишения свободы для блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Представитель надзорного ведомства заявил в суде, что условный срок в данном случае может, цитирую, породить ощущение безнаказанности. Сам Соколовский вину не признает. Сегодня в последнем слове он сказал, что не мешал никому ни во что верить, был остаться атеистом. Он также отметил, что в шоке от запрошенного срока. Дело Соколовского рассматривает районный суд Екатеринбурга. В правоохранительных органах Москвы пока не дает комментариев относительно причин пожара в московской квартире депутата Госдумы Сергея Шаргунова. Сам он не исключил, что это был поджог. Огонь пошел с балкона соседней квартиры. Отец депутата ему чудом удалось спастись. Шаргунов отмечает, что пожар произошел на следующий день после голосования в Госдуме по закону о реновации. Он был одним из четырех депутатов, кто голосовал против документов в первом чтении. В этом же списке была также справедлива Рос Галина Хованская. Сегодня в интервью она не захотела отвечать на вопрос об угрозах в свой адрес, но при этом напомнила, что сторонники реновации проводили публичные протесты. У здания, где проходило заседание регионального отделения по Москве, пикеты против меня одиночные. А когда к ним подошли, начали выяснять, вы вообще знаете, кто такая Хованская? Не знают. Но догадайтесь, кто выставил этот пикет. В интернете сейчас видите, что по моему поводу госпожа Ракова говорит. Я не знаю, что там у Сергея. Я сочувствую просто ему, что это беда, погибли картины, иконы и так далее. И вообще ущерб, конечно, в сериале. Но немножко ситуация изменилась после того, как президент сказал по поводу этого законопроекта, что он его не подпишет. Тут как бы и пресса, стал более активно выяснять мою позицию. И это не только моя позиция, ведь очень многие сейчас высказываются по поводу не реновации, а по поводу этого законопроекта о реновации. Это очень большая разница. Потому что идея-то была красивая, но реализована она так, что я поддержать эту идею никак не могла. Сегодня мэрия Москвы предложила ряд существенных поправок в закон о реновации. Там, в частности, подтверждается право жителей отказаться от переселения. Более ста человек пострадали во время беспорядка в столице Македонии с копьем. Среди них более 20 полицейских. Ночью сторонники движения за Единую Македонию вырвались в здание парламента, протестуя против избрания на должность спикера этнического албанца Талата Джофери. Полиция была вынуждена применить силу против манифестантов, в частности, светошумовые гранаты. В настоящее время у здания македонского парламента установлены металлические заграждения. Там находятся палатки протестующих. Люди продолжают приезжать из других городов, чтобы присоединиться к акции протеста. О погоде в Москве сейчас плюс 6 градусов. В течение дня обещают около 10 выше нуля и дожди. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама Магазины Оливия Пожалуй, единственные в России магазины оливковых масел. У нас вы найдете более 600 наименований оливковых масел из Италии, Испании, Греции, Португалии по вполне доступным ценам. Вас ждут гостеприимства, высокий уровень обслуживания, дегустации и многое другое. В Оливии вы подберете подарок по любому случаю и сможете выразить заботу обо всех друзьях и близких. Девиз Оливии для любого кошелька и любого гурмана. www.poetitmm.ru Только до конца апреля в группе Клиник Медклуб лечение простатита и аденомы простаты фокусной ударно-волновой терапией со скидкой 30%. Облегчение симптомов простатита, нормализация мочи и спускания, снятие болей сразу после процедуры, без зависимости от лекарств, без операции. Звоните 456 05 05 группа Клиник Медклуб 456 05 05 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. 321-88-44 Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге Лишь истина достойная жизни одновременно и истина достойная. Я знаю у русских женщин, в их натуре есть какая-то... Первая обязанность гражданина. Терпение... Вы, сударь мой, это уже акритика и акритика. Считаться со временем это самый худший. Нет, знать ничего нельзя. И поэтому мы... Межготическое искусство в своем аскетизме по настоящему бессивистическому. Волшебная гора. Практическое использование магии искусства. Программа Татьяны Троянской. В пятницу после 13. СМС-портал Эхо Петербурга плюс 7 921 970 2240. Вы слушаете программу Особое мнение. Продолжаем программу Особое мнение. Лев Щеглов, профессор у нас в студии. Да, продолжим про пятиэтажки. Да, да. Вот и возникают такие очень интересные мысли. что для начала было предложено то что взвихрило ну я не знаю наверное из этих двух миллионов которые подвергнутся наверное половину. Второе. Вернее, о чем это говорит? То ли полный непрофессионализм то ли то о чем мы с вами уже говорили. Народ это биомасса. Скушают. Ничего. Мы тут решим и все тут. Проходит некоторое время и вносит сам же Собянин одну за другой поправки, которые меняют первоначальный дух этого проекта. Но возникает следующая еще мысль. Слушайте, вот я точно знаю потому что лет пять назад сотрудниками проводили такое исследование. Нас очень интересовало социальные страхи сегодня. На сегодняшний день страх потерять квартиру, площадь, он самый актуальный. Потому что по большому счету средний такой обычный человек он понимает, что ничего нет. Ну у него есть накопленные там не знаю 300 тысяч рублей. Ну у него есть работа, ну у него есть машина. Но все это может исчезнуть, сломаться, быть украдено. У него есть одно собственные метры. В чем приватизация и как бы пыталась сделать из каких-то совков граждан. Это мое, это моя территория, я это передам ребенку. И облегчу чуть-чуть его жизнь. И вдруг на это покушение. И вот возникает вопрос. Навальный, к примеру, к которому я отношусь не так уж влюбленно, но вполне его ценю. Навальный как бы рассматривается как чуть ли не самый страшный сегодня враг власти. Враг он власти, потому что он открыто говорит о коррупции до самых высших эшелонов и говорит о том, что он готов пробовать быть президентом. Это враг власти. А вот закон, который миллион человек делает возбужденными, раздраженными, подавленными, а то и возмущенными до бешенства, это друг власти. Вот к началу нашего разговора. Что они делают? То ли они не понимают, что делают. То ли действительно там идет битва башен Кремля, как у какой-то гидры. Одна голова смотрит вперед, другая назад, и нет единства. Но это дикость какая-то. Более того, это же понятно, что это стартовая площадка. Наверное, дальше предполагается, как платные парковочки. Во всей России распространить. Это как? В нищих регионах, где нет денег, где полные самодуры, вот эти региональные начальники. Значит, в самом мягком варианте полностью непрофессионалы, не понимающие причина, следствие, логические цепочки, и чем это отзовется. В другом варианте полное презрение. Вот исследователь смотрит в микроскоп, и там какие-то формы жизни, что-то там булькает. Ну, как он относится к микробам? Ну, да, вроде бы живое, но сейчас я вот капну определенный раствор, и это побежит слева направо. Но они же понимают, что в распоряжении средства массовой информации большой арсенал, и как они преподнесут, так и люди будут воспринимать? Нет, уже нет. Потому что, опять же, есть интернет. Есть постепенно возникающее ощущение чего-то тягостного. Нет. Они-то мыслят по-вчерашнему. Да, три канала федеральных, Соловьев, Киселев, там кто-то еще, и вперед. Да, вперед только для тех, кому за 60. Ну, смотрите, не все так плохо. Нет. Нет, более того, я как раз вижу очень хороший росток в том, что начались бесконечные, меняющие саму суть этого закона поправки. Этого добилось общество, самоорганизовавшись. Москвичи создали кучу комитетов, протесты, все в рамках закона. Наверное, чуть-чуть пришли в чувство. Но, с другой стороны, может, это завуалированная история, то есть поправки приняли, а как они будут исполняться, там тоже же есть нюансы. Есть нюансы, еще раз мы с вами обсуждали. Для чиновника сегодняшнего российского самое главное, что скажет начальник. Для самого крупного начальника самое главное, что скажет самый крупный начальник. Через год выборы президента. Я не исключаю, да, действительно. Потом самый-самый крупный начальник скажет очень теплые человеческие слова, погрозит даже пальчиком этим, и все будет хорошо. Ну да, поживем, в конечном итоге. Поживем, увидим. Но что-то хорошее происходит и сейчас. Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку. Это один из наиболее либеральных пунктов планов мероприятия по реализации госстратеки по борьбе с распространением ВИЧ. Вот смотрите, что-то хорошее происходит. Конечно, да. А поэтому как раз я-то уверен, что не бывает поздно, пока, по крайней мере. Хотя многие говорят, что это совершенно неоправданный оптимизм и прочее. Ну, конечно, но давайте вот вспомним про ВИЧ. Какие-то воспаленные депутаты, опять же, активисты, еще совсем недавно кричали, что ВИЧ это придумка врагов России. Я точно знаю, что лет 10 назад некоторые мыслители в кавычках говорили, у нас нет ВИЧ, потому что русская биология, представляете, организм, он как бы перерабатывает, отвергает, вот как бы русский не может ВИЧ им заболеть. Я такую версию не слышал. Да, да, да. Псевдоучивая. Ой, ну, совершенно бред, да. Потом недавно сравнительно эти активисты кричали, что надо прекратить пропагандировать презервативы, потому что это может молодежь толкать на такой безудержный секс. И надо говорить, что они не спасают от ВИЧ. То есть, такие эксперименты, которые, по большому счету, просто добавили среди необразованных и глупых людей, добавили ВИЧ-инфицированных. И вот мы приехали к тому, что самый крупный специалист в России по ВИЧ-инфекции по СПИДу Покровский сказал, что Россия стоит на пороге страшнейшей эпидемии. Это вот к вопросу, что в бюджете валяются лишние сотни миллиардов и так далее. Это очень серьезная проблема. Где нужно исследование и, поверьте, ВИЧ будет побежден. В свое время считали чума и холера, все, конец человечеству, победили. Деньги будут бросаться на науку, маразматиков отодвинут в сторону, и все это будет решено. Вопрос когда? В ближайшее время, поверьте. А в ближайшее время это сколько? 5-10? 10 лет максимум. Максимум уже подбираются к этому. Но не у нас вы заметили. Не у нас, потому что, ну, мы же заняты другими делами, мы же увеличиваем заняты своим. Вот. А ВИЧ-инфицированные получили возможность усыновлять детей. Правильно? Потому что какие ВИЧ-инфицированные? Которые не контагиозны, не заразны. Вот это надо объяснять людям. Люди никак это не могут. Люди считают, что ВИЧ может передаться кашлем. Почему? Были же дичайшие случаи. Из школы вышвыривали ребенка, потому что родители требовали. Там ВИЧ-инфицировали. Работу люди теряли. Он не заразен. Вот на это тоже надо бросать деньги на просвещение дремучих людей. Поэтому если ВИЧ-инфицированный не заразен, но он хочет ребенка, он хочет понять смысл своей жизни, ему уже 40 лет, почему он не может, да? Поэтому это очень позитивный момент, который говорит, что какие-то острова разума в этом болоте мракобесия существуют. Может быть, они даже сольются в какой-то материк. Эти острова, это было бы очень хорошо. Но это пока, конечно, не окончательное решение, пока это только версия. Будем надеяться. Могут быть. Но давайте вернемся в Петербург, где в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, которые подозреваются в совершении преступления сексуального характера в отношении воспитанников детского дома, и один из них заслуженный учитель. и история эта началась с Яши. Яша Яблочник, мальчик, который рассказал с театральных подмостков Фамилия Яблочник. Яблочник, да, фамилия Яши Яблочник. Он рассказал эту историю и, собственно говоря, понеслось, поехало. И вот спустя год того спектакля, получается, наконец, следствие продвинулось и подозреваются заслуженные люди. Один из них, кстати, фотографировался с Полтавченко и Макаровым в сети даже. Ну, это подозреваемый пока, понятно, мы не можем говорить, что... Может, обнадежен. Понимаете, конкретно об этом деле я бы не стал сейчас говорить, потому что я достаточно часто по подобным делам выступаю в качестве специалиста или эксперта, и я знаю, что это ужасно, если это было, и это преступно, и это трагично, и это не менее отвратительно, если есть оговор. Это тоже бывает и достаточно часто. Другое дело, что нам нужно понять, отчего вот такие серии, если это действительно было педофильных действий, в закрытых учреждениях. Это не только педофильность, это проявление власти, это использование беспомощного положения ребенка, тем более, насколько я понимаю, там с ограниченными умственными возможностями немножко вроде бы дети были. Ну, не только, или не только, да. Вот, вот это ужасно, это разливается агрессия, желание утвердиться, желание использовать слабость и дефекты другого человека, это страшная вещь, но, виноваты они или нет, понятия не имею, не стал бы пока об этом говорить. Вообще, вы слышали о таких случаях вот до сего момента? Да, конечно. Во всех закрытых учреждениях, интернат, школа, школа в смысле, где люди живут, армия. То есть, это не шок вот для вас? Зона. Это всегда предмет тщательного рассмотрения. Но еще раз говорю, я видел в судах просто как специалист кучу и оговоров. В этом надо очень тщательно разбираться и контроль общественности и специалистов крайне желателен. Потому что ровно как первое подлые серийные преступления, так может быть и второе. Невинных под фанфары истерики закатать и все. По-разному может быть. Не знаю пока. Это было особое мнение Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Спасибо. Удачи. Вы слушали программу Особое мнение. 11 часов и 47 минут в Петербурге. Здравствуйте. Микрофон Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Вице-губернатор Игорь Албин ответил на...